Верблюды и гуанако мирно пасутся в биопарке Рима, несмотря на жару. Здесь они ничем не примечательны. Однако в Аравийской пустыне или отдалённых Антских горах эти животные играют жизненно важную роль для местного населения. Именно в честь них ООН провозгласила 2024 международным годом верблюдовых. Так организация хочет подчеркнуть многовековую роль этих преданных друзей человека. Семейство верблюдовых включает одногорбых драмадеров, двугорбых верблюдов-бактрианов, а также их южноамериканских родственников – диких викуний и гуанако, и их одомашненных сородичей – лам и альпака. Этих млекопитающих издавна использовали для перевозки грузов и обработки полей. Они могут проходить большие расстояния без отдыха, что в прошлом позволяло людям путешествовать в другие страны. «Они могут проходить 40-50 километров в день с грузом на спине весом в 150 килограммов. Например, доставку грузов из Китая по шёлковому пути осуществляли на верблюдах». Эти травоядные исторически были и продолжают оставаться источником шерсти, молока и мяса, помогая тем, кто сталкивается с нехваткой продовольствия, голодом и нищетой. Они могут неделями обходиться без питьевой воды, питаясь сухой растительностью. Они также умеют закрывать ноздри во время песчаных бурь. «Во времена засухи они могут питаться сухими листьями или всем, что можно съесть. В этих условиях не может жить ни одно другое животное. Но верблюд может это выдержать». Кроме того, существует древняя арабская традиция верблюжьих бегов, которые проходят через пустыни Персидского залива, а также в таких странах, как Судан, Египет и Иордания. В прошлом верблюдов также использовали для ведения боевых действий в пустыне. Сегодня они появляются на конкурсах красоты, где их оценивают по изяществу осанки, тонкости шеи и обвислости губ.